Фосфаты Фосфаты это стабильные химические соединения фосфора, используются в качестве удобрений в сельском хозяйстве. В аквариумистике источником фосфатов служат органические фосфорные загрязнения, остатки корма, отхода от рыб и даже отмершие растения. Растениям фосфаты нужны для фотосинтеза, однако высокий уровень фосфатов может вызывать серьезные проблемы, например, цветение водоема. Высокий уровень фосфатов останавливает рост растений и приводит к развитию водорослей, поэтому за этим показателем необходимо следить. В этом видео я расскажу о тесте ПО-4 от компании Нилпа, соответственно, это тест для измерения уровня фосфатов. Как заявляет сам производитель, данный тест подходит для измерения в аквариумах, прудах, даже подходит для морских аквариумов. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что находится внутри. Первое это флакон с индикатором 15 мл, контейнер с порошком и миниатюрная мерная ложечка, мерный стаканчик с крышкой, цветовая шкала, благодаря которой мы и поймем, сколько у нас фосфатов, а на оборотной стороне находится инструкция по применению. Теперь давайте попробуем данный тест на моем малюсеньком аквариуме, который запускался для нано-волны. Будем действовать по инструкции. Первое, что следует сделать, прополоснуть мерный стаканчик водой, которую планируется тестировать. Следующий шаг, наливаем в мерный стаканчик, тестируемую воду до отметки 10 мл. Теперь добавляем в стаканчик 5 капель реактива и тщательно перемешиваем жидкость в стаканчике круговыми движениями. Дальше следует добавить в стаканчик мерную ложку порошка, без горки. Снова перемешиваем жидкость в стаканчике круговыми движениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... После того, как все процедуры сделаны, необходимо подождать 10 минут до установления окраски раствора. В течение этого времени производитель рекомендует периодически помешивать до полного растворения порошка. Но, как видите сами, порошок достаточно быстро растворился. Я попробовал схитрить и, закрыв как можно плотнее крышку, решил не мешать этой мини-ложечкой, а встряхнуть. Увы, крышка пропускает. Полетели во все стороны брызги. 10 минут прошло. Пора ставить мерный стаканчик на белый круг в центре шкалы цветности и сопоставить цвет со шкалой. Результат выражается в миллиграммах на литр. Как видите сами, 0,25 миллиграмма на литр у меня получилось. Это нормальный показатель. Растения в этом аквариуме совсем недавно, так что можно на них рассчитывать. Мерный стаканчик после анализа необходимо промыть в проточной воде и высушить. Хранить реактивы необходимо плотно, закрытыми и в прохладном темном месте. Не забывайте про меры осторожности. Жидкий реактив содержит кислоту. При проливе реактива и попадании на кожу и одежду, немедленно промойте в проточной воде пораженный участок. В случае попадания в глаза, срочно промойте их водой и обратитесь к врачу. Стоит сказать, что как только у меня появился этот тест, я его сфотографировал и разместил в инстаграме. Кстати, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, обязательно подпишитесь. Под фото стали появляться интересные комментарии. Один человек написал о том, что пользовался данным тестом и спустя некоторое время он перестал работать. Так это на самом деле или нет, на данный момент сказать не могу. Данный тест рассчитан примерно на 60 измерений, поэтому буду его тестировать дальше. Ведь впереди нас ждет еще много запусков и тестов. По возможности, в дальнейшем я сравню тест NILPA PO4 с таким же тестом других производителей. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях и делитесь своим мнением о данном реактиве, если использовали его для измерения фосфата в своих аквариумах. На этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых выпусках на канале ПАР. Субтитры создавал DimaTorzok